Добрый день! Мы продолжаем с вами разговор в рамках темы христианской Испании в период с 8 по 13 век. И сейчас поговорим о, собственно, 13 веке правлений в Леоно-Кастильском королевстве королей Фернанда III Святого и Альфонса X Мудрого. О периоде, иначе известном в историографии, как Великая или Быстрая Реконкиста. Фернанда III, я напомню, приходит к власти в Кастильи в 1217 году в результате отречения от трона своей матери, королевы Донии Беренгелы. Беренгелы формально отречется от трона, отдаст его своему сыну и сама до конца жизни останется советником сына. И другого советника лучшего ему найти, ему, собственно, искать не будет нужды. В 1919 году Беренгелы устроили брак своего сына с Беатрисой Швабской из династии Штауфенов, тем самым породнив Кастильскую династию с Священной Римской империей и дав возможность сыну Фернанда III, Альфонсу X, еще, конечно, не родившемуся на тот момент, в свое время претендовать на трон императора Священной Римской империи. Об этом мы отдельно поговорим несколько позже. Двумя годами позже Беренгелы заключит еще один брак. Сестра Фернанда III, Алейнора Кастильская, будет выдана замуж за короля Хайми I, завоевателя, короля Арагона. Пройдет после этого еще 28 лет, немножко забегая вперед, и дочь Хайми I, инфанта Дунге, Йоланте или Виоланте, будет выдана замуж за наследника Кастильского трона, сына Фернанда III, Альфонса X. То есть здесь будет очень плотная близкородственная связь на много десятилетий, сблизившая исторические пути Кастильи и Арагона, и обусловившая их длинную и долгую совместную политику, прежде всего против мавров, но и против иных возможных противников. В 1230 году, как мы уже говорили, умирает Альфонсо IX, король Леона, отец Фернанда III, и несмотря на его ожесточенное сопротивление в последние годы жизни, королева Дунья Берингала уверенно настоит на том, что трон отца должен достаться сыну. Но в 1230 году Фернанда III в расцвете сил и славы, пока еще молодой и очень сильный король, займет трон Леона, соединив в своих руках короны Кастильи и Леона, и больше их делить уже не будет. С тех пор Кастильи и Леон останутся соединенными, ну, по крайней мере, до настоящего дня, до XXI века. Вскоре после этого умрет первая жена Фернанда, королева Дунья Беатрис, ну, умрет, надо сказать, произведя на свет девять детей. Вот. И второй брак Фернанда III заключится с нормандской графиней Жанной де Понтье. В известной степени это будет мезальянсом, но королю на тот момент уже не будет нужды укреплять свою позицию какими-нибудь еще династическими союзами. Он уже на тот момент сделает все, что нужно. Да, и дальше останется просто спокойно править. Среди детей от первого брака давайте выделим короля Альфонсона X Мудрого, инфантов Дона Филиппе, Дона Фадрике. Этот один из самых верных сторонников своего брата, будет в итоге убит по его приказу в 1277 году. И, разумеется, четвертого сына Дона Энрике, бунтовщика, кондотьера, великого воина, из-за достаточно мелкого вопроса, но принципиально рассолившегося со своим братом, покинувшего королевство, ему будет суждена очень долгая жизнь. Он умрет только в 1303 году, под конец жизни вернувшись на родину, но где только не будет. Да, он будет воевать под знаменами хавсидского султана Аль-Мустансера, он будет воевать на Сицилии против Анжуйской династии, он получит из рук папы титул сенатора. Это, в общем, очень яркая и долгая жизнь, похожая на приключенческий роман. Ну и, разумеется, нельзя не упомянуть еще одного сына, инфанта Дона Мануэля. Опять-таки, всю жизнь верный соратник своего старшего брата, перешедший под конец его жизни в последние годы на сторону его старшего сына, инфанта Дона Санчо, поднявшего мятеж против отца. И нам он интересен, помимо того, что один из крупных магнатов королевства и самых влиятельных людей Кастилии второй половины XIII века, помимо этого он еще и отец Дона Хуана Мануэля. Дон Хуан Мануэль, помимо своих политических проектов, известен прежде всего как известен прежде всего как отец Кастильской и, в общем-то, испанской литературы. Еще среди Ди Фернандо III можно вспомнить инфанту Донью Элеонору, сестру Альфонса X X, которую ее брат в 1254 году выраст замуж в Англию за Эдуарда I Плантагенета и она станет матерью наследника престола и будущего короля Эдуарда II. В военной политике и в политике завоевательной даже правление Фернандо III станет началом той самой великой реконкисты. Собственно, вот, обратите внимание, пожалуйста, за период с 1227 по 1266 год, то есть чуть меньше 40 лет, вы видите, пройдет, за этот период территория, занимаемая мусульманами на полуострове, официально контролируемая мусульманами на полуострове, сократится до размеров Гранатского Эмирата. Будут взяты практически все ключевые города, будет взято Кордово, пойдет Валенсия, пойдет Хаэн, пойдет Севилья, уже потом на вправление Альфонсо X он возьмет Ньеблу и Херес, начав тем самым завоевание последней зоны, да, Андалусии, юга полуострова. Соседи Фернандо и Альфонсо X тоже не будут сидеть сложа руки, мы уже говорили о том, что в 1230, в 27-30 годах Альфонсо IX Леонский возьмет Касарес, Мериду и Бадахас, а Хаэме I Арагонский, о чем мы еще скажем, в 29-м году присоединит Балиарские острова, в 38-м завершит покорение королевства в Валенсии и тем самым, кстати, положит конец продвижению на юг Арагонского королевства, потому что в 1244-м будет уже подписан договор в Альмисре, четко фиксирующий границы экспансии Арагона. Договор будет нарушен, конечно, несколько раз, но нарушения будут носить тактический характер, в основном именно при Хаэме I и его наследник Арагона Каталонская корона развернется в сторону Средиземноморья и начнет формировать свою Средиземноморскую империю. Подобное быстрое расширение территории, а как вы понимаете, глядя на карту сейчас, если Багровым выделено Кастилье, то розовым цветом выделено завоевание Кастильцев в ходе Великой или Быстрой Конкисты, подобное взрывоопасное расширение, взрывоподобное расширение территории королевства требовало своего идеологического обоснования и юридического опять-таки оформления, то есть это надо было как-то взятые территории надо было как-то перерабатывать взятые города надо было перераспределять между своими сторонниками и своими воинами надо было обновлять правовую систему ну и нельзя упускать из виду еще одно подобное увеличение территории и присвоение ее ресурсов взятие добычи богатейшей означало резкое усиление Кастилии на международном театре то есть в концерте европейских королевств Кастилия или он начинает занимать совсем не маргинальное место становится одним из центров силы Европы вот а это в свою очередь означало необходимость как-то соответствовать такому положению и менять и свою экономическую и свою культурную политику что было сделано на этом фронте Фернандо Третий начинает только работы в этом направлении значительная часть проектов будет придумана им заложена им но реализована уже его сыном Альфонсо Десятым смотрите сами в 1234 году и вплоть до 50 года дальше он начнет распространять по завоеванным территориям по территориям входящим в орбиту Кастильского королевства два семейства наиболее влиятельных семейства Фуэро о том что такое семейство Фуэро мы с вами уже говорили в лекции про Кастилью эти семейства будут Фуэро Куэнки и Толедо больше того в 1240 на протяжении 40-х годов где-то к середине 40-х годов Фуэро Куэнки будет переработано людьми юристами имеющими университетское образование болонского образца оно будет переработано систематизировано материал будет перестроен из несистематизированной хаотичной формы привычной для более ранних Фуэро в форму более знакомую скажем современному читателю то есть оно будет разбито на книги книги внутри будут поделены на титулы главы главы будут поделены на законы законы на параграфе книги будут сгруппированы и титулы будут сгруппированы уже по тематическому принципу то есть Фуэро Куэнки подвергнется серьезнейшей структурной переработке а затем когда эта переработка будет завершена оно будет переведено на Кастильский язык и дальше начнет распространяться вот в этом уже вернокулярном Кастильском варианте соответственно в дополнении к этому в 1241 году будет завершен Кастильский перевод Вестготских законов та самая книга приговоров о которой мы с вами говорили в одной из прошлых лекций Либер Юдикум да книга судей ну или Форум Юдикум как иногда ее называли будет переведена на Кастильский и получит название Фуэро Хузго Фуэро Хузго на русском обычно просто пишется эти два слова не переводятся потому что это просто дословный перевод Форум Юдикум да Фуэро Хузго Кастильская версия двух латинских слов соответственно в своем Кастильском варианте Вестгутские законы продолжат распространяться по всей завоеванной территории ряду городов Фуэро Хузго будет дано как их Фуэро собственно говоря и ну скажу так что последний известный мне случай применения в суде норм из Фуэро Хузго это 80-е годы 18 века то есть свод созданный изначально в 7 веке прожил видите больше тысячи лет наконец Фернандо Третий задумает создать еще один свод у него в голове родится очень дерзкая для его времени идея для времени правового партикуляризма правовой раздробленности множества разных мелких сводов в каждом городке свое право вот это все в его голове зародится очень дерзкая идея создать единый правовой свод для всего королевства такой текст который будет регламентировать правовую жизнь всех подчиненных ему городов всех подчиненных ему сословий вещь небывалая на тот момент и Фернандо Третий ее задумает но реализовать не успеет он умрет в 1252 году еще из того что начнет делать Фернандо Третий с 40 годов 13 века канцелярия Кастильского королевства начнет переводиться на Кастильский язык то есть все больше больше документов начнет издаваться на Кастильском это не приобретет еще неотвратимого необратимого характера неотвратимый характер приобретет при сыне Фернандо при Альфонсо Мутом ну и последнее наверное что еще останется сказать про Фернандо он озаботился один из очень немногих королей того времени надо сказать он озаботился тем чтобы подготовить себе наследника Альфонсо будущий король Альфонсо X родится в 1221 году и 30 лет он будет жить рядом с отцом со своих 20 лет то есть 40-х годов он начнет активно участвовать в политике королевства подменять отца при принятии решений когда отец будет болеть и к своему воцарению в 1252 он подойдет уже вполне сформировавшимся политиком опытным воином любимым воинами начальником харизматичным очень лидером но этого мало дело в том что вскоре после его рождения Фернандо Третий озаботится настоящей программой воспитания инфанта будет заказан перевод с арабского языка нескольких компиляций таких околофилософского около дидактического характера ну типа книги 12 мудрецов например книга в которой собраны выдержки из сочинений и настоящая и поддельная разумеется выдержки из сочинений 12 мудрецов прошлого рассказывающих о том как должен себя вести человек как должен себя вести король чем король отличается от обычного человека то есть такое как бы сказать зерцало правителя да во многом но сделанное в форме завлекательной достаточно легкой и в той которую легко мог освоить подрастающий инфант помимо переводов к инфанту будут приглашены целый ряд учителей среди которых следует выделить Хакобо законника маэстро Хакобо Дорослей ну или магистр Джакобо Бонаджунта итальянский юрист болонец прошедший болонский университет он приедет в Кастилью и останется там на всю жизнь сначала он будет учить молодого инфанта праву потом он станет одним из верных соратников Альфонсо X в его правовых нормотворческих реформах и так в 1252 году умрет Фернандо III и 30-летний 31-летний Альфонсо X взойдет на отцовский престол еще до этого за 3 года он женится на дочери короля Арагона Хайви первого завоевателя инфантидонья Гелланты или Виоланта она пишется по-разному у них довольно долго не будет детей а затем когда они начнут рождаться уже в 50-е годы она родит ему за всю жизнь 11 детей но помимо этого Донья Виоланта станет незаменимой спутницей Альфонса X его советником доверенным лицом именно она забегая немножко вперед именно она в 1273 году сумеет все-таки склонить на сторону короля мятежных грандов фактически преодолев мятежно намечающейся не намечающейся а раздирающей королевства сумев обойтись при этом без большой войны именно она впрочем Донья Виоланта сделает очень много она заслуженно занимает свое место среди самых знаменитых королей королев средневековья не только в Испании но во всей Европе в этом плане Испания надо сказать очень богата на мудрых королев это Донья только из тех кого я называл это Донья Беренгела это Донья Беатрис жена Фернанда Третьего это Донья Виоланта жена Альфонса Десятого из тех кого я еще не называл это жена его сына и наследника Санчо Четвертого инфанта Мария де Молина которая после смерти мужа будет фактически править королевством несколько десятков лет то есть это Испании в этом плане повезло соответственно из детей Альфонса Десятого я бы выделил сейчас наверное троих это наследный инфант Фернандо Даласерда надежда и отрада отца первенец от Донья Виоланте опора престола к сожалению трагически скончавшийся в 1275 году это сменивший его следующий брат инфант Дон Санчо который станет киролем Кастильи и Леона под именем Санчо Четвертого и собственно его правлением будет занят весь конец Тайнадцатого столетия он будет править с 1284 по 1295 год и это старшая дочь Альфонсо Десятого дочь незаконная она родилась от связи короля и Донья майор Гильен одной из знатных дам Кастильи из представителей высшей знати родилась эта дочь по имени Беатрис Донья Беатрис родилась она еще до рождения Фернандо де ла Серда до того как королева Виоланта собственно говоря вошла в детородный возраст и стремясь обеспечить будущность своей дочери король сговорил ее замуж за нового на тот момент короля Португалии Афонсу Афонсу Третьего кажется да Афонсу Третьего и сын этого короля и Донья Беатрис наследовавший ему король Дон Диниш первый знаменитый Диниш первый португальский правивший в Португалии в последней третьем тринадцатого века был таким образом внуком соседу соседствовавшему с ним Кастильскому монарху сам Альфонсу десятый о его правлении рассказывать сложно оно очень богато и очень насыщено разными событиями но давайте попробуем выделить нескольких узловых программ да наверное которые он пытался реализовывать одна из его мечт из его идей такая вот в ранге почти мечты на самом деле то что называлось фетча дель стреча или фетча дель альенде ну дословно дело пролива или дело замолья это его идея организовать крестовый поход в Марокко и утвердить там Кастильскую корону ну или хотя бы просто сделать Марокко христианским с этой целью практически с самого начала своего правления Альфонсо X приказывает заложить флот у Кастильи традиционно не было сильного флота и Альфонсо X становится одним из тех королей первым из тех королей которые этот флот строят он учреждает должность адмирала Кастильи закладывается флот в основном строится галерный флот на тот момент разумеется вот флот строится несколько лет и в 1258 году подворачивается удобный повод правитель города Сале в северо-западной Африке обращается к Кастильскому королю с просьбой о помощи против его соседа молодого сильного и достаточно агрессивного эмира бенемеринов Абу-Юсуфа Якуба бенемерины сменили альмахадов в северной Африке Альфонсо X откликается на эту просьбу о помощи ну как откликается начинает поход на Салена подготовку похода в рамках подготовки этого похода он берет Кадис обеспечивая себе выход к морю и в 1260 году Кастильская флотилия отправляется на Сале город был взят разрушен разграблен задят Кастильскими рицелями но когда к стенам подступил Абу-Юсуф стало понятно что города не удержать и Сале пришлось оставить и отступить стало понятно что в прямой схватке с бенемиринами на берегах Марокко христианам не совладать тогда Альфонсо X сосредоточил свои усилия на развитии завоеваний на территории самого полуострова в 1262 году он берет Ньеблу параллельно начинает конфликт с португальским королем из-за области Альгарве продлившийся очень долго и разрешившийся только к 67 году взяв Ньеблу он предвигается еще ближе к границам Гранатского Эмирата поддерживает правителей отдельных областей Гранатского Эмирата так называемых Раисов Раисов Малаги Раисов еще ряда городов поддерживает их интриги против самого правителя Гранады Гранадой правит Мухаммад Первый Аль-Ахмар по прозвищу Аль-Ахмар то есть Красный Король Мухаммад начинает контр-игру впрямую схлестнуться с Альфонсо Десятым ему мешают во-первых вассальные отношения он вассал Кастильской Короны начиная еще с времени Фернанда Третьего он платит Кастильской Короне ежегодные выплаты тут он прекращает платить на несколько лет и начинает ответную игру он подстрекает к бунту мудехарское население то есть мусульманское население христианских территорий он подстрекает к бунту мудехаров живущих прежде всего в королевстве Мурсия ему это удается в 1264 году вспыхивает страшное по своему масштабу восстание мудехаров сначала в королевстве Мурсия потом распространяющаяся по большей части Андалусии три года это восстание приходится давить причем здесь о переговорах речи не идет здесь речь идет просто о войне о том чтобы заново брать взбунтовавшиеся города на этот раз либо вырезать либо изгонять оттуда мавританское население и заселять их своими людьми к 66 году восстание мудехаров подавлено отношения с гранатой это отнюдь не улучшило вторым проектом Альфонса X развивавшимся в параллель с первым здесь очень важный момент для понимания очень важный и очень неприятный это то что проекты Альфонса X шли не последовательно один за другим сменяя один другой то есть такое переключение направлений деятельности а параллельно то есть параллельно мы готовим флот для вторжения в Марокко для значит войны с бенемеринами в то же самое время мы разбираемся с взбунтовавшимся братом инфантом Энрике изгоняем его из королевства замеряем несколько городов которые он успел взбунтовать в это же время мы ввязываемся в погоню за имперским троном о чем я сейчас буду говорить в это же время мы воюем с гранатой то есть Альфонс X в этом плане был очень таким многозадачным человеком в это же время мы занимаемся составлением нового права для королевства не заботитесь о том что королевство это может быть неприятно вот и вот эта многозадачность его в итоге собственно и подвела к кризису конца его правления распыления усилий ну одна из причин конечно и так Фетчердель Империала попытка Альфонса X занять трон Священной Римской Империи после того в 1256 году умрет Вильям Голландский император Священной Римской Империи ничего за свою жизнь не сделавший собственно о чем стоит говорить итальянские электры Империи то есть итальянские города прежде всего Пиза выдвинет кандидатом на имперский трон Альфонса X ему об этом разумеется сообщат он радостно и увлеченно ввяжется в эту авантюру и дальше вот эта его попытка занять трон Священной Римской Империи затянется почти на 20 лет на самом деле до 1275 года до 1275 года на подкупы лекторов на умасливание Святого Престола на устранение возможных препятствий и содержание своих войск будет уходить огромное количество серебра своего золота в Испании нет мы об этом уже говорили много раз но после правления Альфонсо X начнут говорить о том что в Кастиле кончается свое серебро практически все серебряные промыслы были выбраны до основания не все еще но очень многие основным соперником в Фетчо папа будет лавировать между двумя этими королями не желая отдавать престола ни одному ни другому поскольку оба были известны как очень инициативные агрессивные и опытные политики они любой из них на имперском престоле доставил бы папе уйму неудобств и главное совершенно вывел бы имперский престол из-под контроля римской церкви поэтому папа занимает такую позицию лавирования между одним и другим не отдавая престола ни одному ни другому противостояние заканчивается смертью в 1273 году Ричарда Корнула в том же году папа немедленно проводит на освободившееся место Рудольфа Первого Габсбурга устраивает его избрание и в 1275 году на встрече в Боккере во Франции папа Григорий X сообщает Альфонсо что тот никогда не будет императором все вот на этом Фэйшед Олимпериал заканчивается заканчивается оно повторюсь ничем ну если не считать истощение материальных ресурсов Кастилии постоянное требование новых 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 денег введение новых и новых поборов и податей охватывающих уже всю территорию Кастилии и все сословия включая рыцарей и духовенства спровоцируют ряд восстаний против власти Альфонсо X одним из самых известных станет восстание грандов восстание магнатов виноват в 1272 году значительная часть знатия королевства возглавляемая братом короля инфантом доном Филиппе восстанет против политики Альфонсо X сначала будут бедокурить внутри королевства разорять все до чего дотянутся потом после ассамблеи в Бургасе 1272 года они примут решение предложить свои услуги свою службу эмиру гранады Мухаммаду Аль-Ахмару уйдут к нему как раз в этот момент умрет сам Мухаммад престол займет его сын и примерно около года мятежные магнаты будут жить в Гранаде и служить эмиру гранады потом объединенными усилиями инфанта Дона Фернанда де Лассерда и королевы Донья Виоланта жены Альфонсо X мятеж удастся притушить и вернуть мятежных магнатов на службу Кастильскому королю впрочем повторюсь дело с империей это уже никак не не ишит Альфонсо X уедет на встречу с папой в Бокер в 1275 году ну если бы было известно какими последствиями обернется для него эта поездка он бы ее конечно отменил но знать что будет мы не можем как только эмиру Гранады становится известно об отъезде Альфонсо X за пределы королевства на встречу с папой он немедленно извещает Юсуфа Абу-Якуба о том что Альфонсо X нет в королевстве дорога открыта эмир Бенемеринов во главе довольно значимого контингента войск высаживается в Альхесиросе и начинает совместную с гранадой военную операцию против Альфонса X против Кастильского королевства югом королевства на тот момент руководит друг и соратник Альфонса X магнат Нуньо де Лара и он гибнет в сражении с войсками эмира в другом сражении совершенно глупо ввязавшись в ненужную стычку гибнет спешивший на помощь Нуньо де Лара архиепископ Толедо Дон Санчо приходившийся сыном королю Арагона Дону Хайма I инфанту Санчо архиепископу Толедо было на тот момент 25 лет Оставленный вместо отца править королевством Кастиле инфант Фернандо де Лассердо поднимет королевские знамена объявит созыв войск во всем королевстве и медленно поджидая своих людей поджидая подходящие к нему отряды медленно двинется на юг Он дойдет до города под названием Вилья Реаль сейчас Сьюдат Реаль это к югу от Толедо и встанет там поджидая свои войска понимая что как только они подойдут он сумеет совладать с бенемеринами и с гранадой но без войск он бессилен что было бы дальше сложно предположить но инфант Дон Фернандо внезапно и скоропостижно умирает в Вилья Реаль что это было сказать сложно современные историки склоняются к тому что это был сердечный приступ вызванный пороком сердца но может быть это было что-то еще скоропостижная смерть узнав о смерти брата в Вилья Реаль немедленно приезжает инфант Дон Санчо объявляет себя старшим берет бразды командования дожидается войск и вступает в войну с бенемеринами из гранады ему удастся оттеснить войска Юсуфа Абу Юкуба к югу нанести ряд существенных поражений гранатским войскам прежде чем в королевство вернется Альфонсо 10 который подпишет столь нужное на тот момент королевство перемирие он объявит инфанта Дона Санчо наследником престола что собственно даст начало еще одной неприятной розни внутри королевства она вырастет несколько лет спустя в войну которая начнется которая будет названа война инфантов де ла Серда дело в том что инфант Дон Фернандо де ла Серда был женат на дочери французского короля бланке французской условием брака было что дети от этого брака получат престол Кастилии и престол Франции но инфант Фернандо умирает не будучи коронованным он умирает еще инфантом его внук по закону не имеет права наследовать трон но король Франции будет настаивать на том чтобы именно инфанты де ла Серда получили трон во исполнении обещания данного королем Кастилии Альфонсо X начнет колебаться найдутся магнаты поддерживающие инфанта де ла Серда инфантов малолетних и это приведет повторюсь к гражданской распори внутри королевства в 1279 году Альфонсо X попытается взять реванш над бенемеринами и захватить Альхесирос тем самым лишив бенемеринов удобного порта для высадки на полуострое ему это не удастся из-за перебоев финансирования в снабжении войск флот надолго останется без снабжения это повлечет с собой вспышку эпидемии чумы сначала на флоте а затем в войске сухопутном осаждающем Альхесирос суши христиане будут вынуждены снять осаду и отойти флот они практически полностью потеряют еще через два года вспыхнет мятеж инфанта Дона Санчо ссора инфанта и его отца приведет к тому что Санчо соберет в Альхидариде хунту и объявит о низложении Альфонсо X начнется война Санчо и Альфонсо X закончившаяся в 1284 году смертью короля Дона Альфонсо она могла закончиться по разному но закончилась так как закончилась поэтому все остальное это уже удел альтернативной истории на престол королевства вступает Санчо под именем Санчо IV Храброго править он будет я напомню до 1295 года когда скоропостижно умрет оставив на Кастильском престоле своего малолетнего сына Фернандо тронное имя Фернандо IV но о нем уже в следующей лекции а пока коротко о культурной и экономической политике Альфонсо X продолжит реформы своего отца во первых начнется масштабная реформа языка Альфонсо X называют императором культуры и иногда напрямую говорит о том что он изобрел современный Кастильский язык он один из его изобретателей наряду с Сервантесом наряду с Хуаном Мануэлем во первых все дело производства королевства вся канцелярия будет переведена на Кастильский язык будет приказано перевести на Кастильский в том числе и старые документы существовавшие до этого на латыни затем начнется большая программа переводов на слайде упомянуты два перевода Библии сделанные по инициативе Альфонса X но помимо этого будет создан огромный комплекс переводов с арабского с еврейского с латыни переводить будут естественно научные трактаты астрологические трактаты философские вещи околобогословские тексты тексты Аристотеля переводить будут самое разное все что будут находить практически собственно сам Альфонсо X будет активно участвовать в этой программе он же получит прозвище Мудрого за то что будет знать три языка латынь свой родной романса и галисийско-португальский язык на котором он будет писать кантиги песнопения Святой Девы Марии король Трубадур больше трехсот кантиг их поют до сих пор кстати сказать в области права Альфонсо X попытается реализовать идеалы своего отца начнется масштабная реформа права королевства будут созданы королевская фуэра текст представляющий собой компиляцию из местных правовых фуэра прежде всего фуэра семейства Сории и римско-правовых норм затем будет начата работа над сводом зерцала законов по всей видимости зерцала предназначалась для апелляционного судопроизводства при дворе но работа над ним была прервана в 1256 году когда в связи с своими имперскими притязаниями Альфонсо X приказывает разработать свод известный под названием семь партид при жизни Альфонсо он назывался по другому книга законов он назывался но впоследствии получил название семь партид семичастник да иногда говорят семичастник Альфонсо X но чаще всего не переводят почему семь и собственно что сподвигло Альфонсо X выдвигаясь на имперский трон он затеял составление вот этого свода уподобляя себя в глазах стало быть тех кто это наблюдал Юстиниану первому великому семь партид превосходят по своему объему и наполнению все я подчеркиваю все современные себе тексты не только в Испании но и за ее пределами нет не было создано ни одного свода права равного семи партидам по охвату материала и по глубине его обработки де-факто можно утверждать что Альфонсо X попытался заменить в своем королевстве свод Юстиниана и свод канонического права одним текстом к тому же написанным на кастильском языке семь партид не были приняты против них поднялось восстание в частности восстание знати одним из поводов восстания знати 1272 года было как раз обнародование партид в 1274 Альфонсо X отзывает партиды лишая их законной силы на кортасах в Саморе и они остаются таким неофициальным текстом к которому обращаются нотариусы судьи юристы за справками и лишь в 1348 году при правнуке Альфонса X короля Альфонса XI партиды получат силу закона в области историографии Альфонса X отталкиваясь от сделанного одним из его учителей архиепископом Толедо Родриго Хименесом де Радо написавшего в свое время извините текст де Ребус Хиспания об испанских делах такая большая история Испании Альфонсо X отталкиваясь от проекта Родриго Хименеса создает на национальном языке опять-таки два нарратива гигантских всеобщая история от сотворения мира и история Испании которая должна была органично вписаться всеобщую стать ее частью истории Испании которая начинается от Геркулеса якобы заселявшего Испанию и продолжается через финикейцев римлян готов цезура цезурой смотрится вторжение арабов и дальше пошло от воевания о котором весь остаток этой истории собственно история Испании сейчас существующая уже на русском языке переведенная нашими трудами представляет собой первый рассказ об истории Испании целиком воспринятый в логике истории династий ну и помимо этого Альфонсо X принадлежит целый ряд работ по естественным наукам это и книги об астрономии и звездные таблицы Альфонсо X которым пользовались потом вплоть до Коперника люди и Лопедарий трактат о свойствах камней книга игр о лжении об горных домах и так далее и так далее и так далее то есть скриптория Альфонсо X работала не переставая почти до смерти мудрого короля на книге денег он не жалел никогда и к слову о деньгах давайте поговорим про экономику в его правлении Альфонсо X опять таки один из первых королей которые пытались сделать очень значимую вещь собственно его реформа вот я две из них привел здесь на слайде были еще он пытался сделать очень важную и новую для своего времени вещь с одной стороны установить стабильную монетную систему би или лучше три металлическую конечно а с другой стороны достичь ну как бы сказать монетарного суверенитета то есть добиться того чтобы в королевстве Кастилии и Леона ходили монеты королей Кастилии и Леона чтобы там не ходила параллельно английская монета французская монета арабская монета арагонская монета еще какая-нибудь монета нет только вот Кастилии и Леонская в известной степени ему это удалось добиться его наследники не сумели удержать это завоевание потеряли его и все вернулось на круги своя во многом что помешало Альфонсу X то есть вот то что я говорил ближе к началу его правления я говорил что он несколько проектов параллельно постоянно пытался проводить параллельно это собственно его изгубило в данном случае монетарные реформы реформы монеты шли бок о бок с желанием короля выкачать как можно больше денег на текущие расходы на имперские расходы на подкуп одного на подарок другому еще на что-нибудь и вот эти два вот эти две интенции очень плохо сочетались друг с другом приходилось постоянно прибегать к порче монеты результатом разумеется стали многочисленные восстания против финансовой политики Альфонсу X в одной из самых известных восстаний 1281 года в восстании инфанта Дона Санчо вот в податной системе Альфонсу X продолжает линию на унификацию податной системы королевства вводится вот этот чрезвычайный подать под именем сервиси я о ней говорил раньше вот вводится чрезвычайный сборный прогон скота учреждается союз скотопромышленников место Кастилии но это все носит вторичный характер внятной вменяемой финансовой политики налоговой политики у Альфонса X выстроить не получилось к концу его правления Кастилия находится в глубоком политическом и экономическом кризисе показывают дно серебряные запасы золото давно привозное вот сейчас приходится искать где бы откуда бы ввести серебро галочку на полях вот когда мы будем говорить про открытие нового света при Фернандо и Изабелле когда мы будем говорить про то как ввозят караванами из нового света везут серебро ведь причина этого будет прежде всего в том что своего серебра в экономике уже давно очень мало и вот этот привоз серебра наплыв драгметаллов становится поначалу настоящим спасением для Испании ну а потом ее же и погубит об этом впрочем в другой раз извините а сейчас мы перейдем к разговору про королевство Арагона и Каталонии спасибо